Ребят, всем большой привет! Добро пожаловать на канал Ирин Камискик. Меня зовут Ирина. И это вторая часть пустых баночек выходит за собой в январе. Если вам интересно такого рода видео, тогда я вас приглашаю к просмотру. И да, если вы не посмотрели первую часть, тогда, конечно же, переходите по ссылке на чате, смотрите то видео, потом возвращайтесь ко мне, для того, чтобы у вас была полная картина того, что у меня закончилось и какое сложилось мнение. Но если вы уже посмотрели первую часть, тогда я вас приглашаю к просмотру. Желаю вам приятного просмотра, заваривайте кружечку чая и поехали! Остались у меня сейчас вот такие вот продукты и здесь в основном баночки. Начну сейчас по-быстрому, вкратце рассказывать о каждом и максимально информативно. Начну я, наверное, с не очень мне понравившихся продуктов. Первое, что у меня закончилось, это вот такой вот гель для душа. Мне его подарили, он идет в секрет молодости. С ароматом клюквы, масло авокадо, олива, гель алоэ вера, депантенол и витамин Е. Вот здесь 100 мл. Этот гель для душа, во-первых, мне сушил кожу, а во-вторых, на моей коже он как-то раскрывался не очень хорошо. Могу так сказать, как-то невкусно пахнет, мне этим не очень понравилось. Он достаточно хорошо пенился. Написано то, что это какой-то натуральный продукт, который не тестируется на животных. Но еще раз говорю, именно душка на моем теле раскрывалась не очень хорошо. И благо, она не сохранялась на моей коже, что не может не радовать в этом случае. Улетая, забываем. Следующий продукт для тела, что у меня закончился, это тот продукт, который меня впечатлил, удивил. И я, наверное, повторю его при возможности. Сейчас я вам говорю о таком вот скрабе. Это гаммаж скраб для тела антицеллюлитный, молодость, упругость и молодость кожи. Он идет, по-моему, у нас с сахаром, насколько я помню. По-моему, идет с сахаром. Та-та-та-та-та, ничего нигде не написано. По-моему, он с сахаром шел. Но не суть. В общем, девчонки, мальчишки, он так вкусно пахнет грейпфрутом. Именно такое ощущение, что я только что разрезала грейпфрут. И вот этот вот аромат, все эфиры грейпфрута вот в этом вот скрабе. От того, что здесь присутствуют масла, от того, что здесь присутствует масло шеи оливы, я могу сказать, когда его распределяешь по коже, он превращается в такую белую, как будто вы кремом мажете со скрабирующими частичками. Сахар, который присутствует в данном скрабе, когда вы массажируете, он тает. И, скажем, через минутку массирования вашего тела данным скрабом, аромат грейпфрута, он меняется не на очень вкусную одушку. Но я так предполагаю, он просто вытягивает испор всю гадость. И поэтому меняется аромат. Это тот же самый эффект идет, когда, к примеру, вы берете и медовым, делаете себе медовый массаж. Зачастую вы ощущаете, кто делал такой медовый массаж, дайте знать, пишите в комментариях. Вы помните то, что когда распределяешь мед, делаешь похлопывающие движения, вначале вкусно пахнет медом, а потом так неприятно воняет. Вот тот же случай, хорошо, мне понравилось, как он скрабировал. Кожа действительно была такая напитанная, очищенная. Это деликатное скрабирование, нет ничего такого жесткого, деликатный скраб, который мне приглянулся. Следующий продукт, который у меня не закончился, но я его выбрасываю лишь только потому, что у него закончился срок годности. Это Dolce Milk, идет крем для ног, молоко и анжир. Как вы знаете, я очень сильно люблю данный кремушек, я его просто обожаю. Это самый лучший крем для ног, который я могу сейчас выделить. Это тот продукт, который, знаете, тот случай, когда, к примеру, у меня был крем для ног, я про него забыла и вспомнила о нем в ноябре месяце, но срок годности у него закончился уже в октябре, поэтому я его выбрасываю. Но он никак не расслоился, никак не пахнет, но все равно я его убираю. Но если вы ищете какой-то хороший кремушек, присмотритесь к этой серии Dolce Milk, представлена она в сетевых магазинах Ritual. Хороший, достойный кремушек. Следующее, что у меня закончилось, давайте для тела, уж сразу же мы начали. У меня закончилась вот такая вот серия, ну как закончилась? По разочку осталась, не успела им воспользоваться год после вскрытия. Начну я вот с этой вот масочки. Это у нас идет грязевая маска для тела, для упругости кожи. Из атлантических водорослей, эффект похудения. Могу сказать, она выглядит у нас вот так вот, грязевая масочка, если будет видно. Мне ее тут осталось на одно применение. Закончился срок годности, боже, как она пахнет лавровым листом. Отвратительный запах, кстати, мне не нравится. Данная маска ее нужно наносить на 20-30 минут, потом смывать. Что могу сказать? Данная маска делает хороший дренажный эффект. Не более того, она именно хорошо, такой дренажный эффект. Она выгоняет всю ненужную влагу, мне кажется, из-под кожи, из кожи. Тем самым вы теряете объемы и у вас появляется упругость кожи. Мне в большей степени эффекта данной маски понравился. Не понравился ее аромат, не было никакого раздражения, зудочи. Чего-то такого отрицательного. Тут ее 600 мл, в принципе, на год ее хватить можно. Крем, который перевернул тоже мое мировоззрение. Кремушка для тела, который дает как укрепляющее средство с лифтинг-эффектом. Интенсивное моделирование. Данный лосьон, он обещает нам подтянуть кожу, придасть упругость и сделать моделирующий эффект. Тут не заявлено то, что вы похудеете, но смоделирует фигуру за счет того, что добавит тонус вашей кожи, упругости добавит. И знаете, это тот продукт, который у меня в блоге, в инстаграм, он вызвал какие-то непонятные гнетущие комментарии. Да, действительно, там было очень много таких комментариев о том, что ни один крем не даст эффект моделирования, ни один крем не даст эффект похудения. Меня просто, мне кажется, мой зритель тогда не услышал и не понял. Я могу сказать, за счет того, что этот крем дал хорошую упругость тела, он смоделировал вашу фигуру. То, что если, к примеру, девушка после родов, то, что я заметила у себя, все равно кожа потеряла ту эстетичность, которая была до родов, к примеру. И ты такая находишься, не то чтобы какая-то, знаете, дряблая, но ты такая находишься какая-то мягонькая, расплывшаяся. Я имею в виду по поводу кожи. Вот именно вот этот лосьончик, он дал того, что клетка, которая была растянутая, пора, точнее, которая была растянутая, структура кожи, она так, хоп, подтянулась и тем самым смоделировала фигуру. То есть, подобрала все, что, можно так сказать, висело. Мне понравился эффект, я им пользовалась 11 месяцев. И если у вас будет возможность потестировать данную продукцию, я вам смело могу его посоветовать. Естественно, не ждите то, что вы будете мазаться и кушать булки, и у вас куда-то будет жир уходить. Этого вы от этого крема не увидите. Следующий продукт, который я хочу показать, это закончился шампунь у моего супруга. Это у нас идет шампунь для тонких волос, придающий объем. На самом деле, это был тот шампунь, которым я не буду пользоваться, и мне было его жалко выбрасывать. И муж такой говорит, ай, давай я им допользуюсь. У него очень приятная одушка, он очень приятно пахнет, хорошо пенится. Но у моего супруга он вызвал перхоть, и поэтому не могу его советовать. Все-таки, мне кажется, он чуть-чуть подсушивает кожу головы. Но действительно, в тот момент, когда у меня... Я первый раз заметила у своего супруга то, что он месяц, когда он пользовался, наверное, месяца полтора он пользовался этим шампунем, я могу сказать, у него был такой объемчик на голове, это было так нетипично. Так было смешно смотреть, точнее, на супруга, когда у него, ему нужно уже подстригаться. Но за счет того, что приподнимаются волосы, присутствует такой объем, у него была такая интересная шапочка. То есть, поход на стрижку, он, так скажем, чуть-чуть оттянул, у него не было какого-то критичного состояния, он просто потом сходил подстригся и все. Неплохой шампунь, который дает объем. Следующее, что для волос у меня закончилось, это вот такое вот масло от Эколаб для восстановления ослабленных и секущихся волос. О нем я тоже вам рассказывала в своем инстаграм. Я ему пела оды. Первая упаковка, которую я взяла, я нарадоваться не могла. Реально работающее масло, которое восстанавливало, волосы были напитанными, были блестящими и рассыпчатые. Когда я купила вторую упаковку, она перестала на мне работать, вот просто перестала. Это было масло ради того, чтобы нанести масло и потом, знаете, как вот заморочиться перед мытьем головы. Не было никакого эффекта от этого масла, совершенно, мне совсем не понравилось. И тут у меня его осталось еще немножечко, буквально вот так вот, он уже тут помытнел и дал какой-то осадок. Какая-то неудачная упаковка. На самом деле, первая упаковка мне очень сильно понравилась. Могу посоветовать попробовать, но все-таки аккуратнее. Следующее, что у меня закончилось для волос, это тонизирующий лосен для кожи головы. Он у меня здесь практически полный, от сибирского здоровья. Он предназначен у нас, обещает производитель, то, что он может убрать головную боль, мне говорили в офисе, то, что стимулирует рост волос. Убирает перхоть, восстанавливает кожу головы, придает ей тонус, упругость и волосы блестящие, восстановленные. Единственное, что я заметила, когда я им пользовалась, у меня была в общем мигрень, я нанесла данный лосьон на кожу головы и поделала массаж, и у меня головные боли прошли намного быстрее. Но я предполагаю, это произошло за счет того, что я просто себе сделала массаж кожи головы. К данному продукту моя рука совершенно не тянулась, и подтвердить то, что он вызывает стимуляцию роста волос, я вам тоже сказать не могу, и то, что он убирает перхоть, тоже вам об этом сказать не могу. Так что как-то вот так вот. Следующий продукт, который у меня закончился, это было мыло Гамейн, я вам уже говорила о том, что мне очень сильно нравятся эти мыльцы, здесь у меня французская лаванда, отлично пенится, не сушит кожу рук, здесь его 85 грамм, отличное мыло, смело могу вам его посоветовать. Вся ванна благоухает у нас лавандой. Следующее, что у меня закончилось, это было вот такое средство от Lancome, двухфазное средство для демакияжа, мне его хватило буквально раза на 4. Неплохое средство, могу сказать, оно не щипало, не вызывало никакую пленку, достойный продукт, который смело могу тоже его посоветовать, но мне кажется для двухфазки все-таки это дороговатый продукт. Закончился крем у меня от бренда Camille, это крем у нас предназначен, по-моему, для рук и ногтей, он идет с ароматом персика, это крем, который очень хорошо питает, увлажняет кожу рук, он впитывается, он не оставляет пленки, не вызывает сухости, достойный продукт, которым я пользовалась ровно месяц, и днем, и на ночь, и ножки им даже мазала. Хороший-хороший продукт, если встретите, обязательно попробуйте, мне он понравился. Производитель идет в Германии, здесь ни на одного слова нет на русском языке, поэтому не могу сказать, что обещал производитель. Закончился крем уши, который идет от Hissiac Mat, который предназначен для жирной проблемной кожи, он гипоаллергенный. Это хороший увлажняющий, монтирующий крем, могу вам сказать, который не забивает поры, не вызывает подкожников, у меня подробное видео о нем тоже есть, ссылку на него, конечно же, оставлю под видео. У него достойный крем, который мне очень сильно понравился, хорошо впитывается, не оставляет пленки, он очень легкий и отлично подходит на весну и на зиму. Следующее, что у меня закончилось, это средство Metragil, это средство очень бюджетное, стоит 180 рублей, у него очень широкий спектр использования, 30 грамм, полностью упаковку его использовала. Сейчас у меня еще одна стоит в ванной комнате. Что могу сказать? Производитель пишет нам вообще, что он убирает розовые угри, вульгарные угри, инфекционные заболевания кожи, сиборея, экзема, жирная сиборея, дерматит, трофические язвы нижних конечностей, помогает при заживляющих ранах, пролежах, ожогах, экземах и даже лечит, собственно говоря, трещины заднего прохода и геморроя. Это средство, которое не содержит антибиотика, и так как я делала чистку лица, и потом, когда у меня пошло воспаление по коже, я очень много думала, гуглила, искала, что же, чем же мне лечить свою кожу. Если честно, мне это посоветовал именно тот косметолог, который мне попортил кожу, он мне посоветовал данный продукт. Этот продукт не содержит антибиотика, но за счет того, что здесь содержится метронидозол, он все-таки провоцирует тому, что быстрее идет заживление вот этих вабок, и он останавливает воспаление, которое идет. Вот эти все микробы, он их убивает, уничтожает, но не за счет антибиотика, а за счет того, что вот этот метронидозол достаточно, так скажем, продукт, который нужно им долго пользоваться. Вот спустя 5 недель я только более-менее стала замечать эффект от этого средства, могу сказать. Его также можно наносить как базу под макияж. Он совершенно, по-моему, не боится солнечных лучей, насколько я помню, мне очень сильно нравится. Если вы хотите подробное видео об уходе за лицом, тоже дайте знать, обязательно сниму. Именно вот за проблемной кожей. Следующее, что у меня закончилось, это вот такой вот идеальный, идеальная кожа гель для наружного вымывания за гранатом ромашка для нормальной комбинированной кожи от чистой линии. Данный гель я покупала изначально для того, чтобы мыть им кисти, по итогу я стала мыть тело. Могу сказать, если у вас, к примеру, от бритья каких-то мест вызывается, идет воспаление, могу смело его посоветовать использовать на эти места. Использовала я его один раз на лицо, но для меня он достаточно агрессивный и он сушит кожу лица. Но могу сказать, что он достаточно хорошо очищает, замечательно пенится, хорошо смывается. Продукт, который меня удивил, и у меня уже стоит еще одна упаковка данного продукта. И вот здесь 160 мл, удобная помпа-дозатор, отличная душка, мне очень сильно понравился. И не вызывает прыщиков, никаких подкожников, то есть он хорошо очищает поры и хорошо смывается с лица. Так, закончился продукт, аромат у моего супруга. И дайте, кстати, знать, если вам хочется послушать мое мнение о каких-то мужских ароматах, я вам сниму отдельное видео. Аромат, который мне, в принципе, по большому счету нравился, но это аромат был на каждый день у моего супруга от Йоджи Ямамото. Он так и называется, аромат Йоджи Ямамото в туалетной версии. Покупался он, по-моему, в сети Литуаль, вот такой вот карандашик. Но это, знаете, у него был походный вариант того, чем он пользовался на работе. Закинул сумку и пошел. Хороший аромат, который достаточно стойкий, могу сказать, с одежды он очень слабо выстирывается, то есть он прямо въедается. И на одежде он очень долго держится, несмотря на то, что это туалетная вода. Производство его, вам не скажу, какое. Франция, производство аромата Франция. Был у моего супруга. И крайний продукт, который я хочу вам сегодня показать, это сыворотка с ретинолом от Истиаль против первых признаков старения. Могу сказать, это была моя палочка-выручалочка именно на тот период времени, когда у меня была сухая кожа рук, сухая кожа лица. Могу сказать, когда были шелушения, когда она была такая сильно сухая и очень чувствительная. Ей нужно было попитать, поувлажнять и как-то, знаете, отшелушить все в этом совокупности. Потому что бывают такие периоды в демисезонье, когда хочется отшелушивать мягкое вот это, знаете, чтобы затягивались какие-то неровности на лице. В принципе, он не сильно очень в этом помогал. Мне нравилось то, что он напитывал кожу, не вызывал подкожников, не было никакого дискомфорта. Мне очень сильно в нем понравилось. Здесь присутствуют ретинолы. Могу сказать, девочки, кто беременны, кормящий продукты, косметику с ретинолом, будьте максимально аккуратны. Потому что вот этот ретинол, витамин А, он каким-то образом прям проникает очень глубоко в клетку. Тем самым он, почему ретинол, собственно говоря, он убирает морщинки, потому что он помогает как-то клетке по-другому работать. И во время кормления, и быть беременной, то есть он может не очень хорошо сработать на ребеночка. Так что имейте в виду. Но так мне очень, в принципе, понравилось. Мне, в принципе, ретинол нравится, но его нужно прям дозировать. И когда используете крема с ретинолом, обязательно используйте СПФ. Могу сказать, мне вот это средство очень понравилось. Я его пользовалась, я его купила еще в 15-м году. Его нужно совсем горошинку для питания и увлажнения кожи. Если его переусердствовать, перепитать кожу, то будет не очень хорошо, по крайней мере, для моей кожи. Как-то вот так вот. Все, рассказала, показала. Если вам понравилось данное видео, конечно же, поддержите меня пальчиком вверх. Если вам было со мной интересно, не забывайте подписаться на мой канал. Не забывайте подписываться на мой инстаграм, чтобы не пропустить новые видео. Если вы чем-то пользовались, у вас сложилось какое-то мнение, конечно же, дайте знать в комментариях. Будет интересно, послушайте вас. Я вас всех люблю, целую. Мы с вами увидимся в скором будущем новом видео. С вами была ваша Ирина. До новых встреч. Всем пока-пока.